Ку! В этом видео я замучаю вас околонаучным бредом, но зато разложу АЧХ динамика по полочкам. Поехали! Динамик, здесь магнитное поле, вот такое. Динамик, здесь обмотка. Записываем предположение. Первое, что мы считаем, это что ДИФ – жесткая конструкция. Во-первых, направим ОСХ вверх и запишем все силы, которые действуют на него. На него действует сила мотора. Если он отклонен от положения равновесия, то действует сила, приложенная куда-то сюда, но вообще по всему кругу, возвращающая. Дальше вводим предположение, что это возвращающая сила пропорционально координате, то есть как пружина. Сила, действующая на обмотку, равняется ток, протекающий через обмотку в данный момент времени, умножить на BXL – параметр Тиллесмола. Сила, возвращающая, в зависимости от того, куда мы ее нарисовали, если в проекции ОСХ, то минус К на Х, где Х – это смещение. Записываем уравнение. Второй закон Ньютонок. Масса на вторую производную Х – это ускорение – равняется сумме действующих сил и умножить на параметр Тиллесмола минус КХ. И второе уравнение – нам нужно понять, как ведет себя ток. А для того, чтобы как ведет себя ток понять, мы должны записать, что происходит в эквивалентной схеме. Эквивалентная схема у нас такая. Вот куда мы прикладываем у входное. Оно проходит через как будто бы резистор, равный сопротивлению обмотки по постоянному току, через ее индуктивность и на идеальный мотор. На этом идеальном моторе ток мы уже записали, как влияет на систему. Теперь запишем, как движение обмотки в магнитном поле, влияет на то, что мы видим в схеме. А это влияет очень просто. Вырабатываем напряжение. Равняется Х точкой помножить на BXL. Это L. У меня тут небольшой конфуз с обозначениями, ну да фиг с ним. Помню, что BXL – это как бы одно целое, его нельзя там L сокращать с L. Приложенное напряжение равняется ИР плюс ДИ по ДТ L плюс Х точкой на BXL. Ну вот и все. Теперь надо это решить, и мы получим уравнение движения диффузора динамика. Для того, чтобы его решить, мы подставляем Х равняется Х с ноликом на Е в степени И омега Т, потому что это будет решением. У равняется У с ноликом на Е в степени И омега Т. Причем вот эти коэффициенты, вот этот, ну вот этот у нас будет У с ноликом, это как бы константа, то есть мы считаем для, мы пытаемся найти, какой будет Х, если мы приложили такое-то напряжение. То есть это обычная ситуация, когда у нас усилитель, он прикладывает какое-то напряжение к динамику. Вот, то есть в этом коэффициенте еще заложена фаза, это комплексное число. Соответственно, еще вычисляем, что Х с точкой это И омега, Х с ноликом Е в степени И омега Т. И Х с двумя точками это минус омега квадрат, Х с ноликом Е в степени И омега Т. Да, и еще И, И тоже имеет такую же форму, И равняется И с ноликом на Е в степени И омега Т. Значит, ДИ по ДТ равняется И омега Е в степени И омега Т. Подставляем это все сюда и сюда. Экспоненты сразу же сокращаем, получаем. Давайте сначала вот это уравнение. У с ноликом равняется И с ноликом Р. Плюс И с ноликом И омега Л. Плюс Х с точкой И омега Х с ноликом А, Б, Х, Л. Отсюда мы выражаем И с ноликом. Ну или нам, может быть, чуть удобнее будет записать это сразу, как У с ноликом, делить на Р плюс И омега Л, минус Х с ноликом И омега Б, Х, Л, Р плюс И омега Л. Теперь мы подставляем И с ноликом вот в это уравнение. Получаем. Помним, что мы еще подставляем сюда вот это великолепие и сокращаем в степени И омега Т. Вот так. Переносим все, что с Х с ноликом в одну сторону. Вот это и вот это. И, ну, в общем, Х с ноликом отсюда, друзья. Х с ноликом. Вот оно, равненец. Так. Этого Х с ноликом здесь нет. Ошибочка. Только К. Еще раз запишу. Х с ноликом равняется У с ноликом Б, Л, параметр телесмола, минус омега квадрат масса Плюс И омега Параметр телесмола В квадрате Сопротивление Плюс индуктивное сопротивление Жесткость подвеса Сопротивление Плюс индуктивное сопротивление Так, тут, походу, пьеса Я еще сделал предположение мощное Что, Эль? Это индуктивная такая Хорошая индуктивность На самом деле, индуктивность У динамика может быть очень плохой То есть, пишем сюда Эль? Хорошая Какое еще предположение я упустил? Ну, естественно, предположение Линейности мотора Постоянно Да, вроде все А, есть еще один важный момент Который я упустил Я записал, что это действующие силы Здесь есть еще две действующие силы Сила воздуха, давящего изнутри И сила воздуха, давящего снаружи То есть Воздуха Нет Это предположение Оправдано в том случае Если подвижка достаточно тяжелая И второй случай Второе дело еще Когда мы имеем дело с закрытым ящиком То действие воздуха изнутри Можно описать как Дополнительное действие пружины То есть Его влияние вписывается в букву К В жесткость подвеса Это единица на К Но еще приводит ВАС То есть Это эквивалентный объем То есть Какой объем запертый в корпусе Был бы по жесткости Такой же, как жесткость подвеса динамика Вот, что воздуха нет снаружи Это, в общем-то, для большинства динамиков Выполняется практически всегда Примерно критерием можно считать Что пока КПД динамика много меньше единицы Более-менее выполняется Где не выполняется Ну, например, в рупорах В обычной акустике, как правило Влиянием воздуха на движение можно пренебрегать Еще один момент Что я не учел Вот этот запертый воздух Под керном магнита Ну и ладно Не учел и хрен с ним Ну и наконец А какое же все-таки давление он создает Для закрытого ящика Находящегося в открытом воздухе В отсутствии каких-либо преград Поблизости, типа стен, земли, потолка Прочей ерунды Чего, естественно, не бывает, но Давление дается такой формулой Здесь Х с ноликом это отсюда СД это Рабочая площадь диффузора Омега квадрат Знаете что? Ро это плотность воздуха 4П Это телесный угол В который идет излучение То есть у меня идет во все стороны Если, например, колонка лежит на полу То это будет 2П Если колонка засунута в вот такой угол И вот здесь колонка То здесь будет 1П А если это будет угол из трех стен То это будет полП Р это расстояние от колонки до микрофона И это справедливо при Лямбда Много больше размеров Колонки Так, ну и напоследок Я думаю, что все-таки Это написано в предположении Что П равняется П с ноликом Так, это П с ноликом На Е степень и омега Т То есть П с ноликом Это амплитудное значение Ну давайте воспользуемся этой формулой Вот я ввел параметры одного динамика Параметры вот тут, 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 тут И еще я вручную ввел К Но это в принципе можно вводить только в АС И вот в этой колонке амплитуда колебаний А вот в этой колонке я построил давление Я правда не считал вот по той формуле, которую я указал А я просто домножил на омегу квадрат и все Вот получилась такая, такой график Какая-то такая загогулина Давайте сравним эту загогулину С АЧХ Смотрим Значит максимум наблюдается примерно на одном килогерце Но более-менее совпадает, смотрите Начинается завал Трудно сказать с какой именно частоты Ну где-то так посерединке между килогерцем и десятью Посерединке между килогерцем и десятью Да, тут какой-то завал вот начался Тут он правда чуть запоздал Запоздало начинается Но что-то похожее Помните, что формула для давления работает только тогда Когда размер динамика много меньше лямбды На частоте в районе восьми килогерц Это уже наверное начинается Не перестает работать Ниже должно работать Далее мы имеем какой-то такой переходной участок От килогерца до сотни герц Здесь тоже от килогерца до сотни герц Какой-то такой переходной участок И ниже ста герц Такое более-менее постоянное падение Похоже, правда же? Давайте посмотрим фазу Килогерц Вот начиная с килогерца То есть По измерениям получается, что выше килогерца фаза постоянно У меня по расчетам получается, что выше килогерца фаза начинает отставать Далее При частотах ниже килогерца Фаза Опережающая Растет, 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 растет И где-то на 100 герцах она у меня начинает замедлять свой рост Тут на 100 герцах замедления роста не вижу Не знаю почему В общем, здесь не очень хорошо западает Меня это немножко напрягает Возможно, что это проблема уже комнаты Потому что ниже 100 герц там уже стены начинают потихоньку начинать влиять Давайте рассмотрим несколько упрощений Первое упрощение Мы предположим, что У динамика достаточно жесткий подвес И мы работаем на очень низкой частоте В результате чего Индуктивность не влияет ЭДС вырабатываемая Потому что частота слишком низкая И движения слишком мало Не влияет Соответственно, влияет Что? Жесткость и резистанс Смотрим на формулу Это пренебрежимо мало Это пренебрежимо мало Это пренебрежимо мало У нас остается Х с ноликом равняется У с ноликом Б Л Делить на Здесь осталось только К И Р Все Вот такая простая формула То есть Амплитуда колебаний Определяется напряжением Чем больше у мотора сила, тем лучше Чем меньше у мотора сопротивления, тем лучше И чем больше жесткость, тем меньше амплитуда Амплитуда никак не зависит от массы подвижки И от индуктивности Давайте рассмотрим еще один вариант Это R маленькая Это L маленькая И что Динамика полностью управляется электричеством Что EDS равняется Х точкой на BXL Тогда мы сразу можем написать Что Х с ноликом равняется Х с точкой чему равно И омега Х с ноликом Значит здесь еще и омега Значит У с ноликом Делить на И омега П Л Такой режим работы Я бы назвал режим полного управления То есть Движение динамика полностью определяется поданным напряжением И коэффициентом преобразования мотора Ну и частотой естественно Не зависит ничего от массы Не зависит ничего от жесткости подвеса Бывает такое в динамике или нет? Посмотрим Следующий вариант Когда у нас есть сопротивление Нет индуктивности И нет вырабатываемой EDS В таком случае Ток Это У делить на R Да, давайте еще для Такого вот Ну вообще полного упрощения Предположим, что вот это Пренебрежим мало Минус омега квадрат Х с ноликом Равняется У с ноликом на R Умноженный на BXL То есть Х с ноликом Это У с ноликом BXL Делить на Так, я массу потерял Массу Так, и еще резистор я потерял У с ноликом Делить на R BXL M И омега квадрат Еще минус Вот, теперь ничего не потерял, надеюсь В этом случае мы видим, что Движение определяется Поданным напряжением Коэффициентом преобразования мотора Сопротивлением и массой Ну и частотой, естественно АК, как мы уже предположили, что оно не влияет Ну вот, в этой формуле оно не влияет Ну и последнее Это то же самое Только здесь уже влияет Еще и индуктивность То есть Вместо R Давайте наоборот Даже предположим Более экстремальный случай Когда R Много меньше, чем Сопротивление индуктивности Тогда получится то же самое У с ноликом Б, Л А вместо R мы пишем И, омега, Л М, омега квадрат То есть Это омегу мы сюда в курде учим В куб Вот такие получились Первая формула Вторая формула Третья формула И четвертая формула Давайте мы эти экстремальные варианты Построим на график И посмотрим, как это будет выглядеть Да, на график же мы будем строить Опять же не Амплитуду колебаний А мы будем строить Звуковое давление Ну точнее его подобие Как вы помните Что в спротшите я поленился И не посчитал вот там Вот честно Вот этой формуле А просто домножил на омегу квадрат Давайте мы тут тоже Просто домножим на омегу квадрат И посмотрим То есть Форма АЧХ будет иметь такой вид Амплитуда равняется То есть у с ноликом Мы принимаем равным единице Получается БХЛ Делить на КР Омега квадрат Здесь А равняется Минус И Это я И знаменатель Принес в числитель Он минус при этом приобретает Омега квадрат Ну тут умножаем на омегу квадрат Омега сокращается Получается Омега У с ноликом нету Единица Делить на БХЛ Далее Это Это имеет вид Завал басов второго порядка Это имеет вид Завал басов первого порядка Здесь А равняется Омега квадрат сокращается Остается Минус БХЛ Делить на Р М И здесь Омега квадрат С ноликом почти сокращается Остается А равняется Минус И переносим Просто оставляем И БХЛ Делить на L, это L, это индуктивность, помните? Это L, это есть часть вот этого вот обозначения. L, M, Омега. Это имеет вид завал высоких частот первого порядка. Это имеет вид плоская АЧХ. Ну вот, я построил все эти четыре суперупрощенные АЧХ на график. Они имеют вид прямых в двухлогарифмическом масштабе. И вот получается такая картина. Так, вот эта прямая соответствует формуле. Вот эта соответствует. Вот эта соответствует. И вот эта соответствует. Как видите, на этом конкретном динамике есть маленький кусочек всего. Вначале он ведет себя как вот это. То есть мы... Я бы назвал этот режим режимом пружины. То есть мотор оттягивает просто пружину настолько, насколько он может и останавливается. В каждый момент времени это выполняется. Он ведет себя таким образом до частоты примерно 150 Гц, наверное. Дальше, начиная с частоты 150 Гц он ведет себя скорее как полностью управляемый мотором. То есть его движение соответствует коэффициенту преобразования мотора и не зависит от его массы, от жесткости подвеса и... Вообще все супер. Далее, начиная где-то с частоты, ну скажем, где-то около 400 Гц в дело вступает масса. И мотор просто трудится, дергая, пытаясь дергать эту массу с той стороны в сторону. У него мало чего получается. Но в результате мы имеем плоскую АЧХ. И в конце концов в дело вступает индуктивность и мы получаем завал из-за индуктивности. Когда мы все это нарисовали, мы видим, какой параметр влияет на общую АЧХ динамика. То есть если, например, мы делаем подвес более жестким, то вот эта штука она летит вниз. Рисуй, мерзавка! Она летит вниз. В результате кусок, который полностью управляемый мотором, оказывается задавлен. Когда вот это пересечение и вот это пересечение друг с другом встречаются, у нас начинает возникать пик резонанса. Когда они заезжают друг за дружку, пик резонанса начинает расти. Пик резонанса в своей макушке всегда достает до вот этого вот управляемого мотором режима. Сейчас я это продемонстрирую. Вот мы берем К и начинаем его увеличивать. 4000. Вот практически съелось. Видите? Увеличиваем еще 6000. Вот. Начинает возникать пик резонанса. Увеличиваем еще. 16000. Вот возник пик резонанса. Видите? И пик резонанса своей макушкой касается вот этого вот мотора управляемого режима. То есть там, где ЭДС, вырабатываемая за счет движения, равна поданному напряжению. Ну вот такая картина. Давайте посчитаем, где вот это и где вот это. Мне кажется, что это очень... Ну и где вот это. Назовем вот эту частоту F1, F2 и F3. Да, и еще обозначим эти режимы. То есть вот эту зону обозначим режимом А. Эту зону обозначим режимом B. Эту зону обозначим режимом C. Эту зону обозначим режимом D. Это режим А, Б, С, Д. Давайте рассчитаем частоту перехода из режима А в режим Б. Как мы могли заметить, это то место, где пересекаются их прямые, то есть А равняется А. Приравниваем их друг к другу. Так, и мы сразу отсюда выкидываем, потому что там совпадают их амплитудные значения. Получили, вот она. Давайте вторую частоту получим. Частота, разделяющая Б и С. Точно так же, приравниваем их друг к другу, получаем. И третья частота. Аналогично. На самом деле третью частоту можно не приравнивать, чтобы получить, но я все равно это сделаю. Посмотрим. Но по идее третья частота должна получиться просто из равенства R равняется омега L. Приравниваем. Сокращается. Сокращается. Ну вот мы и получили то, что надо. Омега 3 равняется R делить на L. Вот. Ключевая частота. Ключевая частота. И ключевая частота. В случае, если омега 2 оказывается меньше омега 1, мы имеем резонанс. Резонанс происходит, как это ни забавно, на частоте, которая равна среднему геометрическому между этими двумя частотами. То есть, если мы их домножим друг на друга, мы получаем, что R у нас сокращается, BXL сокращается, остается K делить на M. То есть, омега C равняется корень из K делить на M. Это стандартная формула для резонансной частоты. Вот. Ну что еще интересно, когда у нас вот эта частота наезжает на эту частоту, мы получаем другой пик резонанса на другой частоте. И вот это интересно, откуда эта частота берется. А это не так очевидно. То есть, омега C2 корень, нет, не в общем корень. Да, корень, среднегеометрическая, из BL в квадрате M и индуктивность. Вот такая формула. То есть, получается, что у нас индуктивность, спрятавшись за преобразованием движения в электричество через мотор, действует как пружина. То есть, мы получаем новую пружину. Вот такая интересная конструкция. На самом деле, конечно, точная частота того резонанса, она, наверное, еще зависит от коэффициента жесткости пружины. Ну, вот этого k. То есть, скорее всего, оно все влияет. То есть, это несколько упрощенная вся эта история. И тут тоже, скорее всего, тут все не так немножко просто, что, да, посерединке, но на самом деле максимум пика может оказаться немножко смещен из-за того, что, ну, это все, это приближение очень сильное. Ну, вот такая интересная конструкция. То есть, если вы хотите понять, как ведет себя динамик, я рекомендую сосчитать вот эти три частоты для него. И если у вас окажется, что, например... В каком-то смысле это похоже на показатель добротности. То есть, если омега-1 существенно меньше, чем омега-2, то вы знаете, что это очень низкодобротный динамик. И у него вот этот вот большой широкий диапазон, в котором он работает как полностью управляемый мотором. Если омега-1 приблизительно равно омеге-2, то это критически задемпфированный динамик. И если омега-2 оказывается меньше, чем омега-1, то области, где он управляется мотором, практически нет, и у него есть пик резонанса. Если омега-3 оказывается ниже омеги-2, то у нас возникает новый резонанс. Я бы этот резонанс назвал бы индуктивным резонансом, наверное, или моторным резонансом. В общем, это своеобразный очень резонанс, который не связан с жесткостью подвеса. Этот резонанс, кстати, на него я нарывался, когда делал усилитель с отрицательным выходным сопротивлением. Когда я делал этот усилитель, то есть там получалось, что, видите, здесь фигурирует R в знаменателе, а здесь в числителе. То есть когда мы R уменьшаем, то эта частота начинает падать, а эта частота увеличивается. В конце концов, они пересекаются, и в какой-то момент динамик у меня начинал гудеть на какой-то частоте. Я очень долго не мог понять, почему он начинает гудеть на этой некой частоте. Я думал, что это какой-то хитрый самовозбуд. Но потом, в конце концов, я допер, что это связано с индуктивностью обмотки. Вот такая интересная ситуация. Ну, раз уж она пошла, давайте я все-таки посчитаю еще для раската. Вот для сабвуфера у меня получилась такая интересная кривулька. Что начиная где-то с 15 Гц, да, вот у меня F1 посчитано даже, где-то с 13 Гц начиная сабвуферу выходит в моторный режим. И моторный режим у него тащится до 80 Гц, вот до сюда. И с 80 Гц он входит в режим дергания массы. Вот этот. Но режим дергания массы быстренько сменяется режимом индуктивности. Ну, в общем, как-то на глазок их сравнивать трудно, поэтому я их бросил на один график. Получилась вот такая картина. Вот здесь немножко пики-то отличаются по положению, что мне не очень нравится. И вот здесь сильно расходятся. Тут, видимо, динамик теряет поршневой режим. А здесь почему не сходятся, не знаю. Немножко не сходятся. Так, децибел где-то в максимуме на 5. И вот по фазе что творится. Черненькая это фаза от производителя, красненькая это фаза, рассчитанная мной. В целом что-то похожее, но на низких частотах почему-то разница начинается. Ну и в целом они практически нигде точно не совпадают. Тут они близко, но не совсем точно совпали. И, естественно, меня интересует, что происходит на частоте кроссовера, потому что там фазы желательно, чтобы совпадали. Тут у меня на частоте кроссовера где-то 150, это где-то вот тут фаза 0-0-5. Фаза у меня, кстати, тут в оборотах, а не в каких-нибудь там градусах, не в радианах, ни в чем. В оборотах. То есть 0-5 это пол-оборота. Теперь для широкополосника. Для широкополосника получилась вот такая картина. Как видите, он получился практически критически демпфирован. Его частоты F1 и F2 практически совпали. Смотрим на его АЧХ от производителя. Ну, я бы сказал, что прям совпадение феноменальное. Да, тут завальчик, тут провал у них небольшой. Ну, это я уже не могу сэмулировать. Это, видимо, эффект самой пластины. Ну, и дальше все плоско. Прям вот точно. Фаза, как мы видим, на частоте 150. Ну, где-то 0-15. Тут 0-0-5, 0-15. Это вообще, конечно, не здорово. Они не то, чтобы совсем совпадают. Ну, и не очень далеко. Так что я надеюсь, что прокатит. Ой. Вот, мне кажется, у этого, у сабвуфера еще внутри вроде бы обещали медное кольцо. Возможно, что это медное кольцо немножко тут подправит картину. Что-то сходится. Что-то не совсем сходится. Информации масса. Ну, вот я сейчас еще продемонстрирую на этом динамике, как возникает второй пик резонанса. Вот я беру сопротивление и уменьшаю его до 2 Ом, например. Видите, тут... Какой-то пик начинает расти. Давайте уменьшим до 1 Ома. Вот, вырос пик. Видите? Пик растет на частоте около... Ну, почти 200 Гц тут. Вот, по расчетам должно быть 170 Гц. А частота резонанса у этого динамика на самом деле 32 с копейками Гц. 32 Гц это вот где-то тут. На практике я такой пик, пожалуй, и встречал только когда делал усилитель с отрицательным сопротивлением. Итак, давайте быстренько повторим. Мы рассмотрели, как ведет себя динамик, подключенный к усилителю. Усилитель является источником напряжения. Мы сделали такие предположения. Первое. Жесткий диффузор. Второе. Подвес идеальная пружина. В частности, механическое демпфирование отсутствует. Индуктивность обмотки похожа на индуктивность. БНЛ постоянно. И влияние воздуха на движение можно пренебречь, либо впихнуть в коэффициент жесткости подвеса. Мы получили вот такую формулу для амплитуды движения динамика, которую можно перевести в давление, используя вот эту формулу. При том условии, что лямбда больше, чем размер колонки. Далее мы построили эту формулу. Получили такую кривую и разложили ее по полочкам. Полочка А, полочка Б, полочка С и полочка, ну может быть, Д. Для каждой полочки мы написали формулу и для частот перехода между этими полочками мы тоже написали формулы. Вот такие дела. Надеюсь, это будет хоть кому-то полезно. Ну и напоследок. Я, конечно же, не первый, кто пришел к таким выводам. Но, честно говоря, найти в интернете такой ресурс, где бы четко и ясно было это разложено, как я надеюсь разложился в этом видео. Вот есть что-то подобное, но тут, как правило, их раскладывают через эквиваленты электрических схем, которые, если честно, мне крайне сложно для понимания. То есть, понять я это все вроде бы могу, но с трудом. Гораздо проще мне вот напрямую с физическими процессами работать. Но в целом тут что-то похожее происходит. Может быть, даже конечная формула где-нибудь есть. Если вы знаете какую-нибудь книжку, где было бы все это доступно разложено для новичков, напишите в комментариях. Будем отсылать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok